Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 сентября и, как я уже говорила, я заготавливаю семена перцев. Вот сейчас последние сняла венти, потому что там готовлю грядку под лук. Это именно те сорта, которые у меня росли в открытом грунте, которые поспели без всяких теплиц, без дополнительных укрытий. Перец до сих пор стоит на улице, но он уже весь почти вызрел, так что там одни маленькие, ну, на третьем, на четвертом ярусе. Я сейчас вам расскажу последний раз о венте. Я в прошлом году о нем тоже делала много видеообзоров, но те, кто добавились, новенькие, они почему-то в прошлый год не заходят, не смотрят. Ну как, ждут новые видео, спрашивают, когда вы будете показывать следующие перцы. Вот следующий перец, это венти. Перед этим я вам показывала таежный. Это тоже из открытого грунта, он небольшой, но они отличаются. Смотрите, вот когда таежный, он поспевает, он делается такой темно-темно, видите, отличается, как бордового цвета. Венте никогда такой темный не бывает, он покраснеет, делается просто ярко-красный. Темных тонов, темно-бордовых в его расцветке нет, но вот они такие вот именно красные, классический красный цвет, вот или чуть темнее, или чуть светлее. Они очень красивые, когда в технической спелости, такого салатного цвета, ну прям такой молочный какой-то, молочный, салатный. Сейчас я прочитаю вам его характеристики, но я вот уже в предыдущем видео, когда про таежный говорила, я вам говорила, что на него нужно обратить внимание тем, у кого нет теплицы, кто живет в холодных регионах, с холодным, коротким летом, вот в проблемных таких зонах рискованного земледелия, этот перец вы сможете вырастить и получить вот такие спелые, именно биологической спелости, красные плоды в открытом грунте, без всяких подручных средств, без пленок, без укрытий, без всего. Именно так вот у меня нынче вырос он, потому что он небольшой куст, компактный, он быстро сформировывается, куст, начинают образовываться перчины, и, конечно, высокоросые, вот крупноплодные, которые я нынче высаживала в открытый грунт, они половина остались зеленые, а венти, венни-пух и таежные вызрели все. Сейчас мы прочитаем, что нам о нем пишут. Ранний, очень нежный, ранний сорт для открытого защищенного грунта, от сходов, короче, так-так, пуст, компактный, высотой 45-55 см. Если о предыдущих я говорила 25-30 см, ой, подождите, сейчас камера упадет, то этот уже 45-55 см, он чуть выше, но все равно вы сможете его вырастить без шпалер, без подвязок, без каких-либо, как сказать, колышков. Он не очень высокий, его можно просто высадить на грядку, я показывала летом, как он растет. Вот, он прекрасно, он не падает, не обваливается, ничего. Из-за того, что у него перчины не очень крупные, вот про оранжевого быка спрашивали, не обламываются ли ветки от такой тяжести, что он под 500 граммов, по полкилограмма почти, 450. Я сказала, да, обламываются под такими перчинами, потому что он очень массивный перец, и я такие стягиваю колышку, ветки все веревкой привязываю, и то он ломается. А венте, видите, у него какие аккуратные такие перчинки, не очень тяжелые, и кусти не обламываются, дополнительных опор они не требуют. Так, прочитаем дальше. Плоды удлиненок уносовидные, гладкие, с нежной тонкой кожицей, красные, 70 грамм. Все, вот они 70, бывает и побольше, но вот этот вот потяжелее, этот под 100, но все равно они такие все, как сказать, выровненные, они очень все ровные, конусовидные, без ребристости, такие глянцевые, идеальный вариант для фарширования порционного, потому что плоды большего размера, их фаршировать не очень удобно, потому что за раз его не съешь, такую большую перчину, приходится делить на 2 раза, а вот это именно порционные, они такие удобные, я вот всегда их фарширую, на зиму друг в друга вставляю, как стаканчиком такую вот стопочку делаю, как замораживаю, я потом вам покажу, но вот это такое краткое летний видеообзор плодов венти в биологической зрелости, очень красивый, очень нарядный, куст красивый, он и сразу красивый, вот такой они, такой молочный, какой-то салатовый, светло-зеленый, салатовый такой цвет, почти белый у него перчинок, потом они делаются оранжевыми, вот такие, сейчас покажу, потом они делаются вот такие оранжевые, тоже очень красивые и нарядные, потом они делаются вот такие ярко-красные, Красивый, красочный, выносливый для открытого грунта. Еще раз повторю, на него должен обратить внимание тот, кто хочет, кто занятый огородник, работающий, кто хочет без дополнительной подвязки, без шпалер, без всяких там канатов, без теплиц вырастить перец, вот такой красный, спелый, вкусный. Пожалуйста, вот три сорта я вам называю, Венти, Винни-Пух и Таежный. Эти сорта гарантированно вызревают в любом регионе. Ну это естественно при соблюдении сроков посева.